Doom это не просто шутер, а основополагающая игра всего жанра, которая является эталоном для подражания. id Software не только задали нормы создания геймплея, сюжета в стиле порнофильма, но и представили золотой стандарт игрового вооружения. Пистолет, дробовик, миниган, бензопила, ракетница и конечно... BFG или Big Fucking Gun это оружейная интеллектуальная система массового поражения. Данное оружие полностью реализует принцип действия «выстрелил и забыл». В качестве боеприпаса используют заряд раскаленной плазмы кислотно-зеленого цвета. В момент выстрела BFG выпускает гигантский шарообразный энергетический снаряд с крайне агрессивным поведением. Ионизированные квази-нейтральные частицы с густком летят по прямой траектории и в процессе полета вступают в взаимодействие с адской нечистью, при столкновении детонируя и аннигилируя все живое и неживое в радиусе взрыва. Изначально BFG задумывался как сверхскорострельный плазмомет, который значился в Библии Думы как BFG-2704. Существует две версии, почему от этой концепции в итоге отказались. Первая. Джон Ромеро, дизайнер id Software, посчитал идею оружия, которое стреляет зелеными и красными шариками плазмы, глупостью и сравнил ее с рождественским фейерверком. Вторая версия, более приближенная к реальности, заключается в том, что в момент стрельбы на экране появляется невероятное количество спрайтов, с которым рядовые компьютеры тех лет справиться не могли. Существует факт, что при стрельбе из первоначального варианта этого оружия главного героя плазменной тягой уносило назад. Это значит, что реализуя id Software вертикальное измерение в движке Doom, можно было бы улететь с Марса на Землю и сразу начать играть в Doom 2 до его релиза. В итоге БФГ стал оружием залпового огня массового поражения. Именно таким, каким мы его знаем под именем БФГ-9000. Характерной особенностью БФГ является то, что перед выстрелом БФГ требует время на зарядку. Сделано это специально, чтобы при переключении на БФГ вы сразу не потратили все боеприпасы. Это самое мощное оружие в Doom и Doom 2. Но использованием БФГ в Doom разработчики вид софтвер не ограничились. Развитие БФГ получил во второй части Квейка. Здесь пушка называется БФГ-10000. Оружие получило совершенно другой вид, более долгую зарядку перед выстрелом и более брутальную анимацию выстрела. И убийство всего и вся. В том же Квейк 2 впервые БФГ будет не только у игрока, но еще и у противников. Следующее появление БФГ произойдет в Квейк 3 Тим Арену. Здесь игроки получат совершенно иной неканоничный вариант БФГ. Это все еще самое смертельное оружие, но по принципу действия это что-то среднее между ракетницей и плазмоганом. Через 5 лет на свет появляется Doom 3. И вместе с ним нам возвращается канонический БФГ. Однако с существенными отличиями в механике игры пришли изменения в механику самого БФГ. Теперь БФГ использует кастрижи с зарядом плазмы под управлением микрокомпьютера, который контролирует поведение шара плазмоида после выстрела. Зарядка перед выстрелом исчезла. Ну а чтобы получить БФГ, игроку нужно взять его из холодных мертвых рук одного из боссов. Либо пошариться в лаборатории. А как вы, дорогие друзья, относитесь к ребрендингу и перерисовке? В Квейк 4 БФГ фактически нет. Но есть в то же время самое мощное последнее оружие. Это генератор темной материи, ДМГ. Оружие стреляет, внимание, черными дырами. Однако работает эта пушка в точь-в-точь как классический БФГ. Следующая встреча с БФГ произошла за пределами игрового мира. БФГ с расшифровкой Bioforge Gun version 3.14 или биологически сильное оружие версии числа ПИ появилась в фильме по игре Doom. Там БФГ орудует герой Дуэйна Скала Джонсона Сержант. Его персонаж произносит фразу Big Fucking Gun. В русской версии Сержант говорит... Большая финишная глушила. Как бы сохраняя аббревиатуру БФГ в угоду всему миру. А у меня всего распространено. Кстати, вариант БФГ из фильма можно найти в модификации для оригинального Doom, например, Brutal Doom. Последняя версия БФГ, которую мы получили в Doom 2016 года, это самый каноничный, самый классический БФГ. Изменилась только его роль. Как говорят разработчики БФГ, это палочка-выручалочка. Когда всё плохо, врагов неприлично много, вы чувствуете, что смерть дышит вам в затылок. Пора доставать БФГ и пальнуть разом. Зачем нужен БФГ? А зачем может быть нужна такая чертовски здоровая пушка? Изначальная роль БФГ это самое мощное оружие против самых толстых и опасных противников. Применять БФГ можно и нужно либо против очень большого скопления врагов, либо против самых сильных и самых опасных противников. Не нужно применять БФГ против того, кому хватит пары-тройки выстрелов из дробовика. БФГ это то самое оружие, которое мы несем через все уровни. Экономим плазму. И в самый ответственный момент, находясь на волосок от смерти, достаем её, чтобы сделать хорошо. БФГ это один из самых эффективных способов получения эндорфина. Один выстрел из БФГ заменяет 10 минут смеха, 15 плиток шоколадки или 2 килограмма миндаля. И продлевает вашу игровую и реальную жизнь. Концепция БФГ была подхвачена всеми разработчиками. Кукла Вуда в Бладе, Тесла в возвращении в замок Вольфенштейн, Лихен Фауст 44 в Вольфенштейне 2009 года, Фэтмен в Фаллауте 3 и Нью Вегас. Это всё примеры классического БФГ. Огромная пушка, которая создана для абсолютной аннигиляции. Со временем тренд БФГ менялся, становился более незаметным и более приближенным к реальности. Альтернативный огонь импульсной винтовки из Half-Life 2 является чистым БФГ. Но это уже не огромный дрын, который привлекает внимание или вызывает восторг от получения вот этого оружия. В Battlefield 1 тоже по факту есть аналог БФГ. Это любой элитный класс. Бери огнеметчика, тяжелого пулеметчика и начинай разносить импов и зомби с пулеметами. Огромный вклад БФГ в игры и массовую культуру нельзя отрицать. Без БФГ жизнь была бы не та. Шутеры были бы скучными и пресными. А почему? Да потому что БФГ это легендарное оружие. Но думаю на этом все дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели. Хотите видеть чаще такие ролики? Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Можете поддержать проект легендарное оружие по ссылке в описании. Увидимся на поле боя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok